За последнюю неделю в регионе число заболевших COVID-19 снизилось на 44%. Это наименьший показатель за несколько месяцев, отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. Чаще всего по-прежнему болеют работники сферы услуг образования и здравоохранения. Мониторинг циркуляции вирусов показывает, что в регионе распространены грипп, парагрипп и аденовирусная инфекция. Снижается заболеваемость ОРВИ вне больничной пневмонии. Глава региона поручил сохранять охват тестированием на уровне выше норматива, который сейчас составляет 300 на 100 тысяч населения. Вы абсолютно справедливо отметили по поводу охвата тестирования. Я все понимаю, что отпала необходимость и требование повторного тестирования при выписке и так далее. Но нам планку не ниже 300 конечно надо держать. По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, 6502 пациента с COVID-19 продолжают лечение на амбулаторном этапе. В стационарах находится 1984 человека с коронавирусом и подозрением на него. Обеспечен запас лекарств. Их при текущем уровне заболеваемости хватит более чем на полгода. Возвращается в обычный режим работы скорой помощи и поликлиник. Снижается число обращений и вызовов, как инфекционных, так и общих. Идет планомерное уменьшение коечного фонда. Места постепенно переводят в штатный режим. Безусловно, уменьшение амбулаторного этапа сказывается на уменьшении количества госпитализированных пациентов. По сравнению с прошлой неделей, оно уменьшилось на 25 процентов, и что сказалось на таком значимом показателе, как кислородопотребление, которое сегодня достигло своего исторического минимума. Министр особо подчеркнул необходимость наращивать охват вакцинации, чтобы в преддверии майских праздников обеспечить коллективный иммунитет. Сейчас привиты 1 703 289 жителей. Это почти 84% от плана. Повторную вакцинацию прошли 378 582 человека, что составляет 41%. В регионе пройдут единые дни вакцинации. В общественных местах развернутся дополнительные прививочные пункты, а с потеплением и мобильные. На оперштабе поручили муниципалитетам усилить разъяснительную работу о важности повторной вакцинации, которая проводится спустя полгода после первичной. Именно так иммунитет может быть усилен, и человек будет защищен от тяжелого течения болезни. Виктория Шарая, События.